Повесть «Я люблю тебя давно» Часть 20. Эпилог Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? И зачем судьбою тайной Ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью Из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, Ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, Сердце пусто, празден ум, И томит меня тоскою Однозвучный жизни шум. Эти потрясающие глубины строчки стихотворения Александра Сергеевича Пушкина удивительно похожи Выражают мое внутреннее состояние В прежней жизни без Бога. Невыразимая беспробудная тоска, Удушающее чувство безысходности И непреодолимый ужас Перед неизвестной мне вечностью. Сейчас я понимаю, Что именно осознание бесцельности жизни Делает ее неким однообразным шумом, Унылой чередой безрадостных дней, Неизвестно для какой цели Следующих друг за другом. «Я жив, но я не живу», Написал в одной из своих книг Известный писатель Лев Толстой, Который старательно искал Бога. Но многие люди вообще не видят Необходимости искать выхода Из своего греховного состояния, Считая себя не хуже других. Человек не знает, Насколько он плох, Пока не попробует сделать Что-то по-настоящему хорошее. Однако даже увидев Свою природную испорченность И придя в ужас от этого, Мы сами не в силах Избавиться от своего внутреннего зла. Вырваться из этого замкнутого круга Не способен ни один человек. Кто-то может даже дойти до понимания Сути Божьего спасения И подойти к нему очень близко. Но войти в него мы сами не в силах. Человекам это невозможно, Объясняет Иисус Христос. Евангелие от Марка, 10 глава, 27 стих. Как именно Бог спасает душу человека, Нам до конца не открыто. Но одно совершенно ясно. Согласно Слову Божьему, Инициатор спасения – это Господь. Однако человек ответственен за свой выбор. Кажется, что это несовместимые вещи. Но так говорит Слово Божие. В Библии немало подобных, На первый взгляд, парадоксальных утверждений. Например, «Меня нашли неискавшие меня», Говорит Бог. Книга пророка Исаии, 65 глава, 1 стих. Много лет назад, Когда я только начинала вникать в Библию, Такие тексты меня сильно смущали. Но в то же время я чувствовала Животворную силу Божьих слов. И, минуя непонятное, Все-таки продолжала чтение. В конце концов, Господь помог мне осознать себя Безнадежной грешницей, Нуждающейся в нем, В моем спасителе, Подарив новое рождение свыше. Этим своим духовным опытом, А также всем тем, Что открывается мне на пути следования за Христом, Я очень хочу делиться с другими В форме рассказов, Стихотворений, Размышлений И личных бесед. Как говорится, Что имею, то даю. И это приносит мне большую радость, Потому что знаю, Мой труд исходит от Господа, И поддерживается им, А значит, он не напрасен. Ибо все от него, им и к нему. Послание к римлянам, 11 глава, 36 стих. Сюжет для каждого нового рассказа Я сначала долго прокручиваю в своих мыслях, Для того, чтобы найти подходящую форму изложения. А поскольку сюжет всегда связан С соответствующим библейским текстом, То мне приходится много размышлять над ним, Практически в течение всего дня, Между другими делами, А также нередко и ночью, Когда не могу уснуть. И получается, Как по первому псалму, И днем, и ночью Мысли направлены к Слову Божьему. Эта привычка помогает постоянно быть в состоянии духовной сосредоточенности, Но никогда не утомляет, Потому что, в отличие от немощной плоти, Дух всегда бодр. Благодаря такой практике, Я поняла, что непрестанная молитва, К которой призывает нас Бог, В сущности, Есть приобретенная способность Постоянно жить в осознании Божьего присутствия. Другими словами, Это значит, Не время от времени вспоминать о Боге, Но жить с ним подобно Еноху, О котором написано, Что он ходил с Богом. И этому я жажду научиться. Почему мы, верующие, иногда унываем, Доходя порой до отчаяния? Потому что в тяжелые минуты жизни Нам очень трудно Собрать себя для общения с Богом. И только навык непрестанной молитвы Дает способность выстоять В самых тесных обстоятельствах. Недавно услышала, Как один опытный пловец Поделился таким ценным опытом С новичками. Если лежишь на воде лицом вниз, Но руки держишь поднятыми вверх, То ты никогда не утонешь. Если же опустишь свои руки, То как камень сразу же пойдешь ко дну. Подобно этому, Непрестанная молитва Или постоянная сосредоточенность На Боге, То есть на Его Слове, Это единственное средство, Которое поможет нам Не утонуть в житейской суете И все преодолев, Устоять до конца. И не только устоять, Но еще и сохранять Радость близости с Богом Во всех обстоятельствах жизни. Часто на вопрос моих знакомых «Как твои дела?» Я отвечаю «Все лучше и лучше». Мой ответ вполне искренен, И он не придуман мною. В Библии написано «Стызя праведных, Как светила лучезарная, Которая более и более светлеет До полного дня». Книга притчей, Четвертая глава, Восемнадцатый стих. «Более и более, Все светлее, Все лучше. И мне действительно С каждым днем Все интереснее, Все захватывающе, Радостнее жить. При этом я совсем Не имею в виду то, Что теперь никогда Не огорчаюсь И не лью слезы. Нет, Мне бывает очень больно И тяжело на душе В определенные моменты жизни. А моя испорченная грехом плоть И зло, царящее в этом мире, Никуда не делись. Поэтому мне ежедневно Приходится вести Духовную войну. Но теперь во мне Иисус Христос, То есть во мне Тот, Кто не только хранит от зла, Но и постоянно Обновляет мою внутренность Самим собою. И уже не я живу, Но живет во мне Христос. Бог действительно творит Все новое, Как написано в Библии. Книга Откровения Иоанна, 21 глава, 5 стих. Я вижу и переживаю Это ежедневно Во всех обстоятельствах жизни, И плохих, и хороших. Господь не улучшает меня, Но творит новой, Наполняя своей совершенной жизнью. А мне теперь Только нужно проявлять Ее на практике. Фактически сам Христос Живет через меня, По мере моего сотрудничества с Ним. Кто-то из известных проповедников Сказал такие слова. Легче умереть за Христа, Чем жить для Него. И в определенном смысле Это действительно так. Господь совершил за нас И для нас Все то, что не могли сделать мы. Но для того, чтобы Пользоваться этим богатством, Нам нужно умереть для себя И дать возможность Проявляться его жизни через нас. Именно поэтому Эпиграфом для своей повести Я выбрала один из самых Дорогих для меня библейских текстов. И уже не я живу, Но живет во мне Христос. Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. Это так и есть. Жизнь Христа во мне Дает ощущение такого При избытке духовных благ, Что постоянно побуждает Делиться этим богатством с другими, Что приносит мне большую радость. Кто напояет других, Тот и сам напоен будет. Книга притчи, 11 глава, 25 стих. Этого направления Я стараюсь держаться твердо. Да, Напояя других, Мы напояем самих себя. Радуя других, Радуемся сами. Отдавая другим, Обогащаем этим себя. Каждый день Бог открывает мне что-то новое. И эти откровения, Которые все более обновляют Мою внутренность, Мне хочется в разной форме Нести другим, Чтобы зажечь их сердца Такой же радостью. А впереди меня ожидает Неизмеримо лучшее. Счастливая встреча С моим Господом Иисусом Христом, Которого я увижу таким, Какой Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Я, Иисус, Звезда светлая и утренняя. Книга Откровения Иоанна, 22 глава, 16 стих. Я ожидаю утренней звезды, И в странстве земном Я жду, Господь, Когда вернешься Ты, Чтоб вознести в свой дом. Я ожидаю не Твоих судов, Ведь Ты простил меня, И надо мной простер Святой Покров от судного огня. Не смерти ожидаю я теперь, Она побеждена. Мне во Христе открыта в небо дверь, Искуплена вина. Не наказание Божьего я жду, Не ужас вечных мук, Но утреннюю светлую звезду И с неба трубный звук. В тот миг, поднявшись навсегда к Тебе, Одетая в весон, Освобожусь навек от зла и бед, Со всеми, кто спасен. Ты позовешь с небесной высоты Нас из долины слез, И воссияет в сердце свет звезды По имени Христос. Итак, я закончила свою повесть, И хочу точнее выразить Главную цель ее написания. Сейчас, когда я пишу эти строки, Продолжается война между Украиной, Где я живу, И Россией. Идет жестокая кровавая бойня Между теми, кто создан По образу и подобию Божьему. Изо дня в день погибают люди. Многие из них, Так и не приняв Христа, Безвозвратно уходят Вместо вечных мучений. Большинство жителей нашего города, В том числе и те, Кого я знаю лично, Находятся в глубоком страхе Перед будущим. Предприимчивые медики Зарабатывают на своих Ютубовских каналах, Давая советы о том, Как отражать панические атаки. В это же время психологи За умеренную оплату Объясняют причину депрессии Событиями из далекого прошлого. Но никто из этих специалистов Не в силах устранить Причину этого страха. Они выписывают Успокоительные таблетки, Но не могут избавить Своих пациентов От тревожных звоночков совести, А также не способны Освободить их От мучительного осознания Напрасно прожитой жизни. Многим кажется, Что если эта война Сейчас закончится, И при том нашей победой, То это сделает всех счастливыми. К сожалению, Большинство людей Видят причину всех бед Лишь во внешних обстоятельствах, Но не в своем собственном сердце. В действительности же Зло, царящее вокруг нас, Это лишь проявление Внутреннего зла Нашей греховной сущности. Освободиться от него Можно только через крест Христа, То есть через его Искупительную смерть за нас. Вообще несчастным Человек отделает Его эгоистическая жизнь Для самого себя, А не что-то иное. Но многие не желают Даже слушать об этом И пытаются победить Свои страхи и разочарования Какими-то другими способами. Вспоминая и описывая Свою прошлую жизнь, Я поняла, Что одна из самых больших опасностей Это принимать желаемое За действительность. Размышляя об этом, Я внутренне холодею, Осознавая, Какой катастрофой Это могло бы закончиться И для меня. Ужасная ложь Этого лежащего Во зле мира Проявляется в разных формах. И одна из них Временные радости, Которые часто, Как это ни странно, Перекрывают путь К настоящему счастью. Попробую объяснить это На примере. Когда мы в кого-то Влюбляемся, То думаем, Что этот человек И есть наше счастье. Когда достигаем Большого успеха И признания, То нам кажется, Что вот она, Наша состоявшаяся жизнь. Мы так сильно Привязываемся сердцем К человеку Или к успеху Или к еще Чему-нибудь подобному, Что видим ценность В нем самом. И потому Очень боимся Потерять это. Однако Все временные радости Бог посылает нам Как намек На истинное счастье, Призывая нас Искать его самого. Мы же делаем Из всех этих вещей Кумиров, В то время как они Только мостик К настоящему удовлетворению. Нам нужно Пробежать по этому мостику На другой берег, Туда, Где ожидает нас Господь, Который И есть Наше настоящее Неприходящее счастье. Я безмерно Благодарна Богу За то, Что Он не дал мне Остаться на мостике Земных миражей, Но перебежав по нему, Помог войти В новую прекрасную жизнь С моим Господом. Девизом жизни Одного Божьего Человека Были такие слова «Сойди, Чтобы взойти, Опустошись, Чтобы наполниться, Потеряй, Чтобы найти». Да, Сойди с высоты Своего гордого Я, Чтобы взойти В общение с Богом. Опустошись От ложного представления От самозначимости, Чтобы наполниться Значимостью во Христе. «Потеряй себя, Чтобы найтись В Боге». Эти слова Не теория, Но ежедневная, Наполненная радостью Жизнь С моим драгоценным Господом Иисусом Христом, Без которого Все остальное Только суета-сует, Томление Духа И погоня за ветром. Теперь мне даже Трудно представить, Как можно жить Без общения с Богом, Как можно жить Без Него. Рассказывая О своей жизни, Я не старалась Доказывать, Что Христос Прекраснее всех И всего, И что только Он Может сделать нас По-настоящему Счастливыми. Потому что Доказывать этот факт Нет необходимости. Солнце светит И греет Независимо от того, Благодарим ли мы Его за это Или нет. Цветок розы Прекрасен, Даже если Этого никто Не замечает. Мы не причиним Господу Никакого ущерба, Если не будем Восхищаться им, Его личностью. Это нужно Нам самим. Ведь Бог Создал нас Именно для того, Чтобы мы Постоянно Насыщались Радостным Общением с Ним, Отображая Его Своей жизнью. И потому Пусть Мое Несовершенное Повествование О совершенном Боге, Соделавшем Меня негодную Счастливой Небожительницей, Поможет Еще кому-то Увидеть Своим Сердцем Неописуемую Красоту Христовой Любви И войти В нее Навсегда. Когда Вся Жизнь Моя Шла Под Откос Петлей Душила Горькое Уныние Из Рва Греха Меня Господь Вознес Открыв Мне Искупление В Божьем Сыне. Небесной Пробы Божья Доброта Для Новой Жизни Подарила Силы, А Кровь Из Ран Распятого Христа Совсем Бесслов Ко Мне Проговорила И Плавясь В Очистительном Огне Я В Изумлении Застыла Тихо Голгофа Озарила Душу Мне Из Тупика Показывая Выход Когда же Свет Проник В Меня Сквозь Тьму В Распятом Я Одно Понять Сумела Любовь Непостижимую Уму Которая Меня Простить Хотела Меня Окаменевшую Во зле Порочную В упрямстве И гордыне Те капли Крови На сухой Земле Соединили С Богом В Божьем Сыне Заплачена Высокая Цена За грязь Мою За все Мои Потери И даже Вечность В небе Мне Дана Лишь потому Что Иисусу Верю За милости Дарованной Мне Я заплатить Не в силах Святой Божьей Но Капли Крови Сына На кресте Мне Все Дороже Ты снова Вспомнишь Эту Ночь Где Прогоняя Страх Из Сердца Прочь Молитву Господу Шепча Томилась Плакала Душа И в это Прошлое Смотря Ты видишь Как Спасителя Рука Тебя Держала И Тебя Вела Ты Меня Из Бездны Достаешь Ты Просвещаешь Тьму Мою И Лишь С Тобою Я Поживу Тебе Пою Ты Помоги Господь Иди Остави Страхи Позади И Шаг За Шагом За Христом Войти В Твой Дом Ты Снова Вспомнишь Этот День Куда Ворвался Мрак Из Смерти Тень И Луч Надежды Тихо Угасал В Твоем Сердце Но Ставь Сильней Тот Путь Пройдя Ты В Небо Взглянешь Господу Шепча Благодарю Отец За Все Тебя Ты Меня Из Бездны Достаешь Ты Просвещаешь Тьму Мою И Лишь С Тобою Я Живу Тебе Мою Ты Помоги Господь Иди Оставив Страхи Позади И Шаг За Шагом За Христом Войти В Твой Дом И Шаг За Шагом За Христом Войти В Твой Дом Христом 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 Возьми 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 Продолжение следует...